28 июня особая дата для жителей Осиповецкого района. 71 год назад мир пришел на Осиповецкую землю. Войны нашей армии принесли долгожданное освобождение от немецко-фашистских захватчиков. 71 год солнце над Беларусью восходит на мирном небе. Не слышно взрывов авиабомб, грогота военных пушек, не пылает деревни, не доносится стон и плачет заживо сжигаемую строчку детей и женщин. Однако время не в состоянии всереть из памяти белорусского народа те ужасы, которые он перенес. Страшная, самая кровавая трагедия, которую пережили белорусы за многовековую историю. Она стала суровым экзаменом на мужество и прочность нашего народа. Три года кажется не такой уж большой отрезок времени, но по вражеской оккупации, когда приходится жить под постоянным страхом смерти, идет совершенно иное измерение. Тысячи осиповчан были расстреляны, повешены, угнаны в рабство. Нельзя забыть устрашную трагедию, которая произошла в Брицаловичах. Здесь, в январе 43-го года, было расстреляно и сожжено живыми 667 наших земляков. Никого не пощадили фашисты. Деревня была сожжена полностью. И это не единственная деревня в нашем районе, уничтоженная фашистами вместе с людьми. Их 15. А 5 из них так не были восстановлены после войны. Несмотря на всю мощь немецкой военной мощи, на террор и массовые убийства, наш народ никогда не терял веру в победу. Беда не сломила, а лишь сплотила людей. С 1 июля 41-го года в нашем районе начало действовать партизанское комсомольское подполье. 1-й партизанский отряд номер 210 имени Сталина под командованием Николая Филипповича Королева сформировался в конце марта 42-го года. За время оккупации осиповские партизаны и подпольщики уничтожили свыше 1500 гитлеровцев, разгромили 13 гарнизонов, вывели из строя большое количество военной техники и снарожения. 23 июня 44-го года началась белорусская наступательная операция «Багратион». Славной традицией вошедшей в историю Великой Отечественной войны. 28 июня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов разгромили Витебско-Оршанскую группировку противника. Войска 2-го Белорусского фронта завершили Могилевскую наступательную операцию. Этот же день был освободен город Касипович. С несгибаемым мужеством и героизмом сражались на поступах к Касиповичам воины 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии под командованием гвардии полковника Ильюлькова Григория Фомича. Имена героев воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, принесущих свободу к Осиповичской земле, навсегда вошли в летопись района. Запечатлены в памяти его жителей в названиях улиц на граните, памятных знаков и мемориалу. С каждым годом еще меньше и меньше среди нас участников этих событий, кто выстроил и победил в священной войне, кто рисковал своей жизнью во имя мира и будущей поколений. И сегодня мы выражаем слова благодарности нашим ветеранам. Мы преклоняемся перед их великим подвигом. Хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья и долголетия. Освобождение, победа и независимость. Эти слова стали символом для тех, кто свято верил в победу над врагом и делал все возможное для ее приближения. Эти слова и сегодня остаются символом для белорусского народа. Наша святая обязанность сделать все, чтобы память о войне продолжала жить в вечной и беззаветной любви к Отечеству. Сила народа в единстве. Я уверен, что вместе мы осуществим все задуманное и непременно добьемся новых успехов в развитии и процветании нашего района и родной Белоруссии. Уважаемые товарищи, от всей души поздравляю вас с 71-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Здоровья всем, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть никогда больше не палит нашу землю в зловещее пламя войны. Спасибо. Слово предоставляется председателю районного совета ветеранов Сесаренко Михаилу Петровичу. Глазами, товарищи. Глазами, товарищи. Глазами, товарищи. Глазами, товарищи.